Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Pro NFT Games и сегодня у нас мега крутой Move to Earn проект Волкин, в который сейчас можно зайти абсолютно без вложений. В этом видео я как обычно разберу все плюсы и минусы проекта. Пошагово расскажу и покажу, что нужно делать прямо сейчас, чтобы залететь в проект и ничего не упустить. Поэтому ставьте лайк авансом, стучите в колокол и залетайте к нам в телегу. Там все новости выходят немного раньше. Все ссылочки в описании. Ну а мы начинаем! Итак, давайте начнем традиционно с сайта проекта. Итак, скажу сразу проект относительно новый. Почему? Относительно потому, что говорить вот о нем начали только сейчас вот так массово, но первое упоминание было в ноябре прошлого года, когда еще не было ни степен, ни других Move to Earn проектов. Это говорит о том, что ребята над проектом работают уже довольно-таки долгое время и уже у нас не какой-то сырой проект, который там требует большой доработки и там много времени ждать. А вот вполне готовый проект, готовый к старту проект. Дальше двигаемся, смотрите, что у нас есть. Смысл здесь в чем? И отличие вот того же степна, степен в том, что мы прокачиваем своего персонажа и зарабатываем токены именно за победы в турнирах. То есть вот нам будут давать, я расскажу чуть позже, как получить вот этого персонажа, который называется котлет от слова cat и атлет. То есть вот кошачий атлет такой, да? Вот собственно говоря, вот этих вот котлет, нам котлетов нам надо будет прокачивать. И чем сильнее наш котлет, тем, соответственно, выше наш рейтинг и тем больше токенов мы заработаем именно в турнирах. То есть здесь токены конкретно за шаги не начисляют, но за шаги начисляют нам гемы. Вот здесь вот как раз написано про токены, вот, то есть за шаги, да, вот нам начисляют вот гемы. Гемы как раз нужны для повышения уровня и прокачки наших котлетов. То есть чем больше, получается, мы ходим, тем больше зарабатываем гемов. Чем больше у нас гемов, тем сильнее наш котлет. Ну, про котлетов я немножко тоже попозже расскажу, какие они бывают и так далее, как их качать и так далее, чуть-чуть попозже. Сейчас вот улавливаем, да, то есть нам нужен котлет, мы его получаем, качаем, участвуем в соревнованиях, за соревнования получаем токены, которые потом можно будет или продать на бирже, или же дальше еще куда-то там запустить, что-то прикупить на маркете. Да, вот на маркете как раз будут продаваться всякие шмотки к этому котлету, которые его будут делать сильнее, выносливее, быстрее и так далее. Ну, вот за эти токены как раз волкин токены, да. Дальше, ребят, давайте команду посмотрим. Команда, видите, как вы видите, вся открытая, лица открытые, про них можно почитать информацию, собрать. Я вот немножко поизучал, команда очень опытная, за плечами у них очень много проектов и это огромный, огромный плюс. Огромный плюс сразу, что она открытая и второй большой плюс, что у них большой опыт в реализации подобных проектов. Дальше, партнеры. Партнеры мы видим тоже неплохие, среди них и хобби Ventures и многие другие. И уже они собрали инвестиции на 4,7 миллиона долларов. Вот, ребят, ну тут еще дорожная карта, вот смотрим во втором квартале, то есть это получается до конца июня. Обещают запустить NFT Marketplace, ну вот он работал, сейчас как бы бета-версия идет, игры я вам сейчас покажу немножко позже, расскажу, что сейчас уже можно делать. Вот, и Marketplace, вот он работал, потом его закрыли, ну и вот обещают в скором времени уже возобновить такой вот, ну настоящий, не бета, а настоящий. Вот обещают стейкинг добавить, ПВЕ алгоритм тоже будет, сейчас вот ПВП есть турниры и ПВЕ добавят. Ну и в третьем квартале скрещивание кроссовок, ну и так далее, листинги и все-все это нас ждет в третьем квартале, в принципе, относительно скоро. Вот, друзья, ну это вот все, все, наверное, по сайту, давайте теперь приступать к самому интересному, что нужно делать и как на этом всем можно будет заработать. Кстати, вот дополнение к видео, мы с командой подготовили полный текстовый гайд по проекту, собрали информацию из всех официальных источников, важную информацию и собрали в один такой небольшой короткий документик. Ссылочку найдете, как обычно, в описании, а также в телеграм-канале у нас, так что, ребят, вот смотрите, тут все ссылки, вся подробная информация, все есть. Ну и напишите в комментариях, как вам такой формат, вот это вот, в дополнение к видео, текстовые гайды. Или, может быть, мы зря с командой стараемся, их эти гайды потом никто не читает. Ну, в общем, нам нужно понять, если вам эти гайды полезны, вы их читаете, просто чиркните в комментарии, что да, полезно. Или, там, нет, ребят, не парьтесь, они там никому не нужны, чтобы мы на них время не тратили. Итак, что нужно делать прямо сейчас? Скачиваем, первое, скачиваем приложение, или можно с сайта прям перейти по ссылочке, или в описании будет ссылочка, или вот таблички, которые я вам в текстовом документе, гайде, которым я вам показал. Итак, качаем приложение, сразу вам там на входе попросит, либо подсоединить свой существующий кошелек в сети Solana, или создать новый. Ну, я лично создал новый, потому что он там запросил у меня сидфразу, чтобы я импортировать. Ну, сидфразу я свою не захотел вставлять сюда, поэтому создал новый. Ну, и вот, собственно, вот такое вот приложение, вот так оно выглядит. Здесь сразу, что мы видим, наши кошельки, первый вот этот синий, сюда нам будут начисляться наши гемы, да, которые нам нужны будут потом для повышения уровня, для прокачки нашего котлета. Второе, кошелек, вот этот желтый, это уже сюда нам будут насыпать наши токены Volkin, да, вот. Но, смотрите, чтобы их можно было вывести, нашего персонажа, этого котлета, нужно будет прокачать до шестого уровня. Как это делать, сейчас расскажу. И третий у нас кошелек, это вот, собственно, наш основной кошелек, на котором хранятся Solana, да. Ну, их отсюда можно выводить, будет и так далее. Вот, дальше, понятно, да, кошелек создали, получаем мы котлета, вот я вам сейчас его покажу, вот такой вот мне дали, сразу на входе вам дадут одного вот этого котлета, но он, еще, еще раз повторю, он пока что не NFT, пока вы его не прокачаете до шестого уровня, соответственно, вы его не можете не продать, там, не обменять или ничего с ним сделать не можете. В общем, нужно его качать до шестого уровня. Собственно говоря, как его качать, рассказываю. Ходим, шаги здесь записываются автоматически, то есть в автономном режиме. Ну, вот у меня iPhone, они подцепили, приложение сразу у меня подцепилось к Apple здоровью и Apple здоровья считает шаги, оно, в общем, автоматически в автономном режиме все мои шаги считают. Ну, главное, чтобы у меня телефон был при мне где-то там в кармане или так далее, я хожу, они считают, да. Вот, ходим, шаги, собираем шаги, за шаги нам, как я уже говорил, начисляют нам гемы, эти гемы потом вот здесь, вот видите, левел можно повышать. В общем, чтобы перейти на первый уровень, нам нужно 7 гемов и 1 токен Volken. То есть гемы мы еще раз получаем за шаги, а токены Volken мы получаем за участие в соревнованиях. Вот, то есть здесь сразу вам скажу небольшой лайфхак, да. Перед тем, как, вот видите, здесь вот заходим в соревнованиях, competitions. И вот сразу вам лайфхак, перед тем, как участвовать в соревнованиях, находите где-то 10 тысяч шагов, а то и больше. Потому что вот именно для первого уровня будут важны количество шагов. То есть вам система автоматически подберет оппонента, с которым вы будете соревноваться. И, собственно говоря, у кого будет больше шагов, тот и выиграл. И за победу, вот видите, вам начислят 0,1 токена Volken. Вот, и так далее вам получается нужно набрать 1 токен Volken, соответственно, сделать 10 побед и 7 гемов. И тогда вы сможете поднять персонажа на первый уровень с нулевого. Чтобы поднять на второй уровень, нам таким образом нужно будет заработать уже 11 гемов и 3 токена Volken. Вот, ну и там, и так далее. Чем выше уровень, соответственно, тем требования выше. Эту информацию тоже можете посмотреть в нашем гайде. Она там вся есть. Вот, ну скажу сразу, да, что уже на первом уровне, то есть там зависит не только количество шагов, а уже будут зависеть статистики вашего котлета, да. Чем у него там круче статистики, тем больше шансов на победу. Вот, то есть как качать рассказал. Дальше, что еще сейчас можно делать и что еще сейчас тут есть. Смотрите, скоро будет распродажа 10 тысяч лутбоксов. Как заявили разработчики, она будет для ранних пользователей. То есть когда она будет, пока даты точно нет. И что такое ранние пользователи, тоже пока непонятно. Но по логике вещей, чем раньше вы начнете использовать это приложение, шагать, участвовать в турнирах, тем больше у вас шанс получить статус вот этого раннего пользователя и, собственно, принять участие в распродаже этих самых лутбоксов. Да, лутбоксы там будут стоить недорого. То же самое, я сейчас цены все озвучивать не буду. Зайдите в табличку, в гайд наш текстовый. Там все цены есть. Там будут два типа лутбоксов. С одних будут выпадать вот эти вот котлеты, а с другого типа лутбоксов будет выпадать одежда. Вот, кстати, про одежду я сейчас расскажу. Вот здесь вот, если мы зайдем нашего котлета, здесь, видите, есть у него слоты для одежды. То есть, эту одежду можно будет покупать на маркете или вот добывать из этих лутбоксов. И эта одежда будет нам увеличивать наши характеристики. То есть, скорость там и так далее, да. Вот, чем выше, соответственно, у нас характеристики, тем больше шансов у нас на победы в турнирах. Чем чаще мы побеждаем в турнирах, тем наш рейтинг выше и тем больше мы зарабатываем токенов Волкин. Дальше, что сейчас еще есть интересно, вот на данный момент, да, это идет розыгрыш токенов Волкин. Там участие очень простые. Выполняем задания в Gleam Forme, вот. И участвуем там, ну, если победите, кому повезет, тот там получит вот эти токены Волкин бесплатно. Ссылочка на Gleam Forme, как обычно, будет в описании, поэтому обязательно не пропустите, участвуйте, вдруг вам повезет. И еще вот самая-самая свежая новость, буквально меньше часа назад она вышла, будет Launchpad токенов, то есть токен будет запускаться. Будет запускаться он на бирже Bybit, поэтому если вы еще на бирже Bybit не зарегистрировались, регистрируйтесь сразу, проходите там какую-то верификацию или что-то, условия Launchpad пока еще тоже не огласили, как он будет проходить и так далее. Но если посмотреть предыдущий, там нужно там где-то холдить эти токены биржи Bybit, где-то еще что-то. Ну, в общем, скоро-скоро эти все условия огласят, и мы это все узнаем. А сейчас просто пока зарегистрируйтесь, если вы не зарегистрированы, чтобы потом на это уже тратить, не тратить время. Кстати, ссылочка тоже есть. Кто не зарегистрирован, регистрируйтесь по моей ссылке, вы получите бонусы приятные и скидки на комиссии Bybit. Вот. Это то, что есть сейчас интересного. Давайте теперь поговорим немножко про самих вот этих котлетов, про их характеристики. Во-первых, они имеют свою редкость. Видите, у меня сейчас, ну, точнее, не у меня, а всем на старте дают самого обычного комонку. А редкости у них от комонки до легендарки, да. То есть, ну и, соответственно, чем выше, чем выше редкость, тем больше у нее энергии. Вот, например, у комонки всего три энергии, а энергия нам нужна как раз для участия в соревнованиях. То есть, у меня у комонки три энергии, соответственно, три раза я могу посоревноваться. А дальше каждая единица энергии восстанавливается одна единица за два часа. Вот. Ну, у легендарки, соответственно, 12 единиц этой энергии. Дальше, вот видите, у них три характеристики. Это сила, выносливость и скорость. То есть, и вот есть максимальный характер, максимальные показатели. Вот, видите, мне досталась у нее сила 60, выносливость 57 и скорость 63. И, соответственно, когда мы повышаем уровень нашего котлета, то мы получаем прибавку 10% от максимального значения. Ну, и, соответственно, чем реже у нас котлет, тем выше у него вот эти вот максимальные характеристики. Ну, и, соответственно, тем он сильнее, тем будет чаще побеждать в турнирах, и тем больше будет вам приносить токенов, которые потом можно обменять там на доллары, вывести и продать и так далее. Вот. Что еще? Так, про характеристики я рассказал, про экипировку рассказал. Вот у них еще есть атрибуты, да, у каждого котлета. Там голова, тело, лицо, мордочка и так далее. Ну, здесь пока еще до конца непонятно, но у каждого части тела вот это есть своя редкость. Ну, и, как бы, чем она реже, тем сама у вас будет вот этот сам котлет тоже пореже. Вот. Ну, друзья, наверное, на этом все. Рассказал все. Если вдруг что-то упустил, зайдите в гайд, там все текстов, все понятно расписано. Ну, давайте подведем итог. Итог. Регистрируемся в приложении, берем котлета, начинаем ходить, качаем его по максимуму. Чем быстрее мы его докачаем до шестого уровня, но качать, сразу скажу, придется долго, да, как говорят разработчики, около от одного до двух месяцев уйдет прокачать его до шестого уровня. Ну, здесь, конечно, многие скажут, ой, а что так долго, там это, еще что-то. Ну, я вам так скажу, ребят, это хорошо, потому что, потому что не будет, опять же-таки, пролива токена, как вот было, ну, в том же степне, в других проектах, когда дают токена много и сразу и на халяву там, да, то его начинают селить в стакан, и токен начинает падать и так далее. А если вот такая вот сразу, скажем, заход на долгосрок, это говорит о том, что проект будет жить долго. Вот, так что качаем до шестого уровня долго, но зато бесплатно. Поэтому тоже здесь есть плюс. Ну, в общем, друзья, на этом как бы все. Всем профита и до встречи на игровых полях.